На старте Кубка Мира Большунов проигрывал Клеба минуту. Но догнал норвежского чемпиона и подарил российским болельщикам надежду. Прежде чем переходить к мужской гонке, хотелось отметить успех Натальи Неприевой, занявшей второе место в общем зачете Кубка Мира 2018-19. Подобных результатов у российских лыжниц не было 18 лет. Российская лыжная сборная в очередной раз дала повод собой восхищаться. Но Александру Большунову второго места было мало. Он метил на первую строчку, на победу в дуэли со своим главным конкурентом, норвежцем Яханисом Клеба. Еще перед приездом в Канаду их шансы на завоевание Кубка Мира были почти равными, но масс-старт, в котором Александр сломал палку, а норвежцы в очередной раз показали отличную командную тактику, лидера сборной России, лучшего лыжника сезона в дистанционных гонках подкосил. Шансов выиграть Кубок Мира у Большунова практически не оставалось. На старт он должен был выйти в 52 секундах позади Клеба. Зато отыгрыш такой пропасти на скромной дистанции в полтора десятка километров и победа в гонке почти гарантировали Александру победу в Кубке Мира. Но как опередить того, кто, кажется, проигрывать не умеет? Задача из разряда невыполнимых. Клеба, согласно стартовому протоколу, ушел на дистанцию в гордом одиночестве. А вот Большунов вырвался из стартовых ворот в сопровождении хозяина трассы, опытного Алекса Харви. Того самого, который мог накануне сломать Большунову палку и проводил последнюю гонку в карьере. Хотелось верить, что канадец может помочь нашему спортсмену пуститься в погоню за лидером. Никакого смысла сбивать темп преследования у Харви не было. Норвежец, разумеется, шел по дистанции в том темпе, который считал нужным. Большунов и Харви мчали по дистанции немного быстрее, и за 2,4 километра сократили отставание от первого места на 3 секунды. Все остальные были довольно далеко. Место с четвертого по шестое занимала группа норвежцев, Тенсетскар и Иверсен, однако они никуда не торопились. За следующий километр Большунов и Харви отгрызли у Клёба еще пару секунд, а затем включились в гонку по-настоящему. На отметке 4,9 километра отрыв норвежца составлял всего 38 секунд. Темп преследования был отличным, но, конечно, нужно было понимать, что Клёба на трассе отдыхал и копил силы для финишных километров или хотя бы последней прямой. Пока же рассчитывать можно было только на то, что Клёба к концу гонки неожиданно вырубит. Большунов и Харви рубились изо всех сил и возрождали интригу, как могли. Помогал этому и Аханис Клёба, который решил поиграть с преследователями в кошки-мышки. Норвежец к середине дистанции почти остановился и сначала позволил себя увидеть, а затем и догнать. На восьмом километре гонки Большунов догнал Клёба и даже вышел вперед. Норвежец явно решил попижонить и сделать все красиво. Рискнуть и поставить золотую точку. Сил у него, конечно, было больше. Но на трассе могло случиться все, что угодно. Например, падение. Излишне говорить, что Большунов делал все в своем привычном стиле. Его тактика проста – ломить вперед, задавать темп и идти первым. Норвежец, как нетрудно было предположить, держался за спиной конкурентов. Удерживал скорость пары лидеров и Алекс Харви. На отметке 10 километров ничего не поменялось. Большунов вел за собой Харви. Клёба отдыхал за россиянином и канадцем. Не изменилась диспозиция и на отметке 11,6 километра. Большунов терпел, сжимал зубы, но не собирался изменять своему подходу, шел первым. За километр до финиша Клёба взял максимальный боковой интервал от Большунова и Харви, чтобы избежать каких-то случайных столкновений и поломок инвентаря и пошел на обгон. Сил у него оставался вагон, и на последний спуск он выкатился в десяти метрах от соперников. Судьба гонки и всего Кубка мира была решена. Норвежец все-таки сумел выиграть все. Большунов в финишном створе все-таки уступил Харви и в финале Кубка мира стал третьим, однако в таблице общего зачета сохранил почетное второе место. Обидно, что по-настоящему побороться за трофей не получилось. Но если отбросить в сторону эмоции, второе место 22-летнего Большунова, это потрясающий успех и заявка на победы в будущем. А еще Александру нельзя не сказать спасибо за сохранение интриги в гонке до самых последних секунд. Он бился за каждую долю секунды, за каждый метр дистанции. Он – настоящий герой. Субтитры создавал DimaTorzok